Преступная группа несколько дней назад приехала в наш город из Ужгорода. В Запорожье они пробыли недолго. За один день домушники успели обворовать три квартиры. В последний забрали деньги, драгоценности и ушли. Однако этого им оказалось мало и воры решили возвратиться. К тому времени вернулся домой и хозяин квартиры. Тут щелкнул замок в подъезде, на двери. Услышал, что щелкнул замок. Тихонько подошел и жду. Думал, может, ребенок со школы вернулся. Когда вижу, что поднимаются два незнакомых человека. Я сразу начинаю обуваться и кричу им, стойте. Я жене говорю, ты давай, говори милиции, что не вернулись. Они начали убегать, разбежались в разные стороны. Я за одним побежал. Минут 30, говорит хозяин квартиры, он бежал за вором. В это время ему на помощь подоспели работники милиции. Они помогли поймать грабителя. Подъехавши к указанному адресу, я высадил наряд, чтобы опросили хозяев квартиры, а сам последовал в сторону, возможно, куда убегал преступник. Со стороны Добролюбова, выехав на эту улицу, я видел двух бегущих людей, один из которых, который преследовал, увидев служебный автомобиль, начал жестикулировать, не указывая, на которого он догонял. Хозяев квартиры, по их словам, не было 30-40 минут, поэтому у воров в среднем было 20 минут для ограбления. Если на звонок никто не отвечал, они выбивали замок, после чего благополучно попадали в квартиру. По уголовному кодексу за квартирные кражи предусмотрено от трех до шести лет лишения свободы. В отношении задержанного уже возбудили уголовное дело. Сейчас работники милиции разыскивают второго домушника. Продолжение следует...